Привет, друзья! Меня зовут Таня, и сегодня мы поговорим о плюсах и минусах кардио-тренировок. Я работаю в F45, это очень большая такая сеть спортзалов, групповых тренингов. У нас кардио-тренировки обычно через день. День силовая и день кардио. Чем же именно полезны кардио? Ну, первое, в бытовой активности. Например, если вы можете с большим высоким пульсом продержаться целую тренировку 45 минут, либо часовую тренировку, то, конечно, в бытовой активности, когда вы поднимаетесь по ступенькам, либо вы идете в горы, у вас не будут задышки, вы будете налегке все это выполнять. В чем же именно суть кардио-тренировки? Ну, первое, кардио от слова сердце, тренируется сердце. У тренированного человека сердце работает, оно выталкивает за один, скажем так, толчок больше крови, чем у нетренированного. Поэтому тренированный человек, как правило, у него невысокий пульс, не поднимается там прямо до 100%. Вот, он может достаточно интенсивно тренироваться, и тем не менее у него пульс будет в пределах нормы. Почему у нас так устроено сердце? Если бы мы могли, если бы сердце работало только так, чтобы оно больше-больше-больше делало 300 толчков, это очень невыгодно сердцу, и оно быстрее бы изнашилось, но оно так устроено, что когда вы становитесь более продвинутыми в кардио, выталкивает больше крови, и кровь несет полезные вещества, кислород распространяет по всему организму, вот. И человек с большой активностью может достаточно с низким пульсом работать, для него это будет не тяжело. То есть мы адаптируемся к нагрузкам, и тогда для вас уже будет раньше вам бег там 100 метровка было тяжело делать, сейчас вы бегаете налегке. Ну, вот как бы так. Конечно, нужно мониторить свой пульс, чтобы понимать, насколько вы прогрессируете. Вот, к примеру, вот это вот обычный пульс средний, когда вы, в принципе, в состоянии спокойствия. Здесь такой пульс, когда вы только просыпаетесь с утра, если вы можете померить. И вот дальше идет уже жиросжигательный порог. Люди, которые здесь тренируются, они надевают мониторчики, и на экранах видно, какой у них пульс, и они между собой соревнуются. Например, допустим, они должны побить рекорд по, скажем там, поинце, то есть если у вас достигается там, допустим, высокий пульс, там 91%, то значит, как бы вы там берете один балл, набираете. И по вот этих вот очках они стараются соревноваться между собой. И опять же, это может соревноваться супер, как бы такой выносливый человек, и как бы человек, который новичок только пришел, ну, только у новичка будет сильно пульс подниматься, а выносливому человеку надо будет сильно работать, прямо вот выкладываться на, не знаю, 200%, чтобы у него поднялся пульс. Но они могут соревноваться в своих пульсовых зонах. И если, например, новичок выкладывается на 100%, то даже новичок может побить уже такого достаточно продвинутого человека, если он будет тоже выкладываться, его пульс будет как бы на высоком уровне. В общем, разобрались. Кардио-тренировки. Кардио-тренировки – это все тренировки, которые повышают сердцепиение, которые заставляют сердце биться чаще, дают ему нагрузку, и тогда сердце начинает адаптироваться к той нагрузке, и как бы вы будете более выносливыми. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, что именно вам делать, какой тренажер использовать для кардио-тренировок, какой вам нравится, лишь бы ваш пульс был на предельно высоком уровне. Это могут быть и байки, и роверы, и вы можете просто прыгать, бегать, что угодно делать. Главное, чтобы пульс повышался. Все. Ну и, конечно, последнее, почему кардио-тренировка считается жиросжигающим, потому что топливом для этой тренировки является глюкоза, которая находится в крови, и жир. То есть вы тренируетесь, и сразу из жировых запасов у вас берется энергия. Ну и минусом кардио является то, что обычно это провоцирует сильный аппетит. Поэтому, если вы хотите похудеть за счет кардио, вы потратили энергию, и вам нужно не съесть лишнего. То есть либо вы держите свою диету такой, как она была до этого, до тренировки, либо все, кардио вам не поможет.